Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала с вами. Женя, вы на канале Счастье в нас самих, где есть ответы на практически любой вопрос, инструменты для улучшения всех сфер жизни и, конечно же, практики, ритуалы и настрои для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Все в ваших руках. Я только проводник и предоставляю инструменты, которые могут вам помочь достичь всего, что вы хотите, быстрее. Главное же многократное повторение, ваше устремление и, конечно же, самое главное, ваша вера. По вере вашей дано будет вам. И это закон Вселенной. Сегодня какую дверь вы закрыли? Для некоторых из вас, может быть, эта дверь уже перестала быть актуальной, а для некоторых, может быть, было бы, стоило бы еще раз рассмотреть, что же за той дверью. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно же, улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь. Попробуйте сделать улыбку по расписанию. Я знаю, что это нелегко. Мне даже сейчас не всегда легко улыбаться по расписанию. Но я вам честно скажу, каждое утро я просыпаюсь и первое, что я делаю, я улыбаюсь. И, конечно же, день идет прекрасно. Все идет гармонично и все идет так, как я планирую. И это все только одна улыбка. Да, я еще и благодарю. Благодарность и улыбка работают на ура. Ну что, какую же дверь вы закрыли? Может быть, и было бы здорово ее открыть. Четыре позиции я сделаю. Вот так вдруг мне, я решила, что будет четыре, думала только одну. Но четыре позиции дает больше выбора вам. Я все-таки хочу, чтобы вы понимали, что во всем, везде и во всем выбор ваш. Даже если вы его делаете сознательно, то тогда легче. Если вы делаете его не сознательно, конечно же, результаты иногда не такие, как вы ожидаете. Вы готовы? Какую дверь вы закрыли? Первая позиция. Вы закрыли дверь в прошлое. И тут я сразу могу сказать, что сделали вы правильно. Все прошлое должно оставаться в прошлом. Единственное, что для того, чтобы строить настоящее и будущее, я бы из прошлого, и так я и делаю, оставила самые лучшие моменты. Самые счастливые моменты, которые нужно культивировать в себе. Нужно постоянно к ним возвращаться, и жизнь даст вам еще больше моментов для счастья, радости, гармонии, удовольствия, любви, благосостояния. Вот всего самого лучшего. Поэтому я приветствую ваше решение закрыть дверь в прошлое. Вторая позиция. Какую же дверь вы закрыли? Вы закрыли дверь для бесполезных рассуждений. Вы закрыли дверь для бесполезных эмоций, которые не помогали вам, а только мешали. Для тех, кто, я уже слышу, кто-то говорит, а разве я закрыл эту дверь? Почему-то это, видимо, мальчик. Смотрите. Если даже вы не сделали это сознательно, подсознательно, ведь все-таки наш организм, то, что окружает нас, наше подсознание, очень часто делает такие трюки, что мы даже не можем понять, почему и для чего это было сделано, почему мы чувствуем так или не иначе. Все-таки есть вот этот инстинкт самосохранения у каждого из нас, и у каждого из нас он проявляется по-своему. Так вот, тут я вижу, что вы именно закрыли эту дверь, даже если вы не осознаете. И, кстати, опять, как и в первой позиции, могу сказать, что вы сделали правильный шаг, потому что всегда надо видеть, и даже если просто смотреть на эту карту, а не рассказывать то, что за карты, смотрите, перед вами три кубка, и только один отсутствует. И вы почему-то не видите, что они перед вами, вы ждете вот этого четвертого. А у вас перед вами, как минимум, три варианта решения задачи. Подумайте об этом. А так, вы молодцы, без почвенные переживания, без причинные раздумья и негативные эмоции должны оставаться за закрытой дверью по той простой причине, что они вам мешают. Вот третья позиция, какую дверь вы закрыли. А вот тут я бы вам сказала, что ошибку вы совершили. Вы где-то остановились прямо в шаге от победы и закрыли дверь, не увидев знаки Вселенной. Подумайте, особенно тут я вижу, что дело касается материальной сферы вашей жизни. Хотя по этой карте это Туз Пентакли, и он приносит и счастье, и радость, и удовольствие во всех сферах жизни. Поэтому подумайте, где вы остановились на, вам кажется, что на полпути или даже в начале пути, но по тому, что я вижу здесь, вы почему-то остановились в шаге от результата. Это может быть ваше желание улучшить материальное положение. И вместо того, чтобы действительно концентрироваться на достатке, вы концентрировались на отсутствии. И поэтому никак не происходила эта перемена, я имею в виду материальное положение. Если о здоровье, может быть, какое-то заболевание, какие-то симптомы никак не проходили, и в какой-то момент вы предались заболеванию, и не видя, что выздоровление в шаге, точно так же и в отношениях. Если произошла ссора, разрыв, расставание, ну а развод уже происходит после вот этих трёх, то вы не увидели перед тем, как это всё произошло, вы не увидели, что есть моменты, что есть возможность всё изменить. Вы закрыли эту дверь для себя, оставив себя же без чего-то. Поэтому подумайте, всё в ваших руках, и эту дверь можно открыть, и она принесёт вам те результаты, которых вы бы хотели увидеть в своей жизни. И опять же, это может касаться всех сфер жизни. Так же и по работе. Вы перестали стремиться к чему-то, стремиться к поиску работы, стремиться к улучшению именно вашей реакции на вашу работу. Ведь я же знаю, что иногда мы работаем ради денег, но по той или иной причине работа не приносит нам удовольствия. И вот тут вступают в силу опять законы Вселенной, когда если вы проанализируете все плюсы и минусы вашей работы, и сконцентрируетесь только на положительных аспектах вашей работы, тогда и всё остальное, что вам не нравится, уйдёт. Вы будете находить всё больше и больше позитивных аспектов в вашей работе. Ну и это касается и отношений, и материальной стороны, и здоровья. И это касается и бизнеса тоже, потому что дверь, которую вы закрыли, может принести вам прекрасную, прекрасные результаты. Ну и четвёртая позиция. Какую дверь вы закрыли? По четвёртой позиции опять правильно. Вы правильно сделали. Вы закрыли двери к переживаниям. Вы закрыли двери к негативным эмоциям. Вы закрыли двери, когда вам казалось, туда, где вам казалось, что нету выхода, что всё, что, знаете, как в какой-то момент в жизни бывает, что кажется, что всё сыпется в одно и то же время. Сыпется, имеется в виду, что происходит череда событий, которые не приносят вам счастья, радость, удовольствие. Они даже не приносят вам ничего позитивного. Наоборот, такое ощущение иногда, что всё, что происходит, это негатив. И только закрыв двери и сказав себе «Стоп!» вы можете что-то поменять. Да, это может не быть по мановению волшебной палочки. Волшебная палочка – это вы. Единственное, что ситуации не приходят сразу. Я имею в виду перемены, не приходят сразу. Ведь именно события, они немножечко запаздывают. Они идут именно за вами. За вашим ощущением, за вашим состоянием. Поэтому вы правильно сделали. А если вам кажется, что вы ещё этого не сделали, вы сделали это неосознанно. А сейчас сядьте, проанализируйте и осознайте, какие двери к негативу вы закрыли. И когда вы это осознаете, вам станет ещё легче, ещё комфортнее, и ваша жизнь пойдёт гармонично. Поэтому вы всё сделали правильно. Люблю вас, мои дорогие. пока-пока. Пока-пока.